Всем привет, дорогие друзья, с вами Фай, и сегодня мы с вами поговорим о том, что произошло с Дотой за весь этот год, и сразу можно сказать, что год для Доты выдался довольно-таки успешным. Но перед тем, как мы с вами перейдем к теме ролика, хотел бы поразить вас, чтобы вы помогли мне распространить этот ролик. Именно подписались на канал, поставили лайк, написали комментарии, и возможно даже поделились со своими друзьями, потому что над этим роликом я реально запарился, постарался сделать все хорошо, качественно, и собрать максимально много информации, но теперь давайте приступим. Начался год с анонса DPC сезона и добавления в Доту функции патруля. На момент выхода эта функция оказалась чем-то реально новым, тем, что просили игроки и то, чего не хватало, после этого большинство игроков стали реально отпадать в ЛП, после того, как вы кинули на них репорт за откровенный фит или еще тому подобное, но уже на сегодняшний день этой функции мало кто пользуется, про нее успешно забыли, да и по сей день она нуждается на доработках. В середине февраля у нас вышел первый анонс, а также тизер-трейлер к новому аниме-сериалу по Доте. И вот только вспомните тот день, все начали об этом трубить, все лорные каналы по Доте были в шоке, да и в принципе все комьюнити, потому что до этого Valve ничего похожего не делали, у нас началось расширение вселенной, какой-то новый лор, да и в целом аниме-сериал по Доте казался чем-то невероятным. Но появилась новая проблема, которую нужно было решать, в Доте был огромный порог вхождения, а с расширением вселенной ожидался большой приток новых игроков, что в принципе и произошло с выходом сериала по Доте. Обучение, которое было в клиенте Доты, было устаревшим, и все ждали, что с выходом аниме-сериала произойдет большой приток аудитории, что в принципе и случилось, и в будущем Valve выкатят новое абсолютное обучение. Пока все это дело готовилось к выходу, Valve выкатили первое сезонное обновление Дота Плюса в этом году, в котором добавили новую сокровищницу, а также возможность поднимать уровень героя за счет опыта реликвий. Помимо этого выйдет также еще три сезонных обновления Дота Плюса, но в них уже мало будет чего интересного. Вместе с выходом 25 марта аниме-сериала по Доте, которое комьюнити встретило очень тепло, появилось обучение для новичков в Доте 2. Опять же, вторая просьба, которую игроки просили уже довольно много лет, да и заодно которая будет решать проблему выхода сериала по Доте. Несмотря на то, что в Доту начать играть стало легче, порог вхождения оставался все равно довольно большим, и как в будущем Valve будут решать эту проблему, уже посмотрим в следующем году. И далее у меня произошел диссонанс, я отчетливо помню, как Valve выпустили новость и сказали, что батлпасса в этом году в связи с пандемией не будет, но никакую информацию подтверждающей это я не нашел, поэтому спишем это просто на мою шизу. В начале апреля вышел наконец-то новый патч, в котором был добавлен новый герой, даунбрекер, который комьюнити не очень тепло приняла в связи с ее внешним видом, ну а также помимо этого была обновлена мета, которая уже всех надоела на тот момент, поэтому патч был таким ожидаемым. Также была добавлена новая руна и изменена карта. Через пару дней после патча произошел призыв к оружию, и все комьюнити начало ждать батлпасса, помимо этого они также ждали еще и аркану на спектру, которая выиграла в голосовании за аркану в прошлом боевом пропуске. Комьюнити даже примерно не могло предполагать, когда выйдет аркана, так как уже все возможные даты были просрочены и оставалось просто уповать на какое-то везение. Через месяц в доте появились командные бандлы, это опять же было чем-то новым для доты, и на самом деле можно сказать, что год стал прорывным, в плане новых механик, всяких новых экспериментальных функций и тому подобному. Вместе с этим мы также получили с вами анонс нового инта, который был перенесен на год из-за пандемии, и также уже официально анонс боевого пропуска. За день до моего дня рождения, именно 24 июня, у нас вышел долгожданный боевой пропуск, который по сей день остается одним из самых спорных, ведь комьюнити его приняло не очень тепло, и это было понятно, потому что баллы предприняли несколько очень спорных решений. Получили один из самых скучнейших ивентов, который, если кто играл, то только ради того, чтобы получить очки или пройти катакомбы, а те, у кого не было компендиума, максимум один раз в нем посидели и больше не заходили. Одной из наград была аркана на спектру, которая и стала одной из причин провала данного боевого пропуска, ведь многие игроки ждали ее как обычный продаваемый и покупаемый предмет, как было с арканами, которые выигрывали до этого, но в этот раз баллы запихнули на 300 с чем-то там левел, и донатить на нее приходилось очень много. Также по новой выдавали личность на инвокера, а вместе с ней и набор. Во-первых, набор на инвокера упал в цене, а во-вторых, в принципе, личность можно было получить второй раз, и те, кто донатил первый раз, кроме золотой рамки и приписки, то, что этот предмет был получен еще во время 10-го энта, больше ничего не получили. Ну а также личность на Драгонайта, которая показывала нам героя в стиле аниме по дотик, который я упоминал ранее, но в принципе сама шмотка резонанса никакого не вызвала, и была вроде бы единственной такой самой нормальной наградой, которая не вызвала никакого скандала. Ситуацию не спасло и выход коллектора кэша вместе с бандлом, ведь невероятно редкая награда была, по сути, просто сет на морфа, который закрывал его старую отвратительную модельку. International был перенесен в очередной раз, а также вместе с этим изменилось место проведения в связи конфликта с первоначальной страной, где планировался этот самый Инд. Перед International вышел еще один патч, который получил свою цифру 7.30, в котором были добавлены новые шарды, переработаны довольно сильные герои, и в принципе заболошено все, что было сломано на тот момент. Но не стоит забывать, что с выхода каждого нового балансного патча ломается что-то другое, и таким образом появились новые имбо-герои. Также стартовала продажа билетов на Инд, но в скором времени была прекращена, и деньги за билеты по сей день не вернулись игрокам, которые хотели поехать на этот самый Инд. Также появился новый компендиум, в котором присутствовала возможность поддержать аналитиков, также был добавлен новый сундук, соответственно, с новыми сетами, ну и фэнтези лига, за которую мы и получали эти самые сундуки. Начался Интернешнл не очень хорошо, во-первых, была отвратительная церемония открытия, а во-вторых, отвратительное распределение номеров отелей по командам, ведь распределяли их по тому, сколько команда набрала DPC очков в прошлом сезоне, и таким образом будущие чемпионы Инта вообще изначально заселились в, можно сказать, непригодное для жизни место. Но несмотря на это, для СНГ Интернешнл выдался отличным, во-первых, во второй раз за 10 лет у нас победила СНГ команда, а вторая СНГ команда заняла 5-6 место, что также для СНГ было чем-то невероятным. После окончания турнира вышел новый патч, уже третий за этот год. В нем была добавлена новая героиня, было пофиксировано все, что было сломано во время Инта, а также была добавлена новая сокровищница с посредственными сетами, но тем не менее комьюнити было рад. Также порадовал неожиданный выход сезонной фэнтези лиги, в которой в будущем, уже скорее всего в следующем году, появится своя собственная сокровищница. Ну и напоследок оставалось дождаться только второго обещанного батлпаса, который вышел за 15 дней до окончания года. И этот батлпас не разочаровал и не подвел, у нас вышел отличный ивент, который продолжал первые лабиринты Аганима, вышедшие во время 10-го Инта еще в 2020 году. Также уже успело выйти голосование за коллектор кэш, который выйдет также в следующем году вместе с бандом, который мы с вами ждем. Из вещей нас ждала Аркану на дровку, которая по сей день является одной из самых красивых шмоток. Личность на Мирану, которая мне не понравилась, потому что это по сути просто ее переработанная моделька, которую выдают за личности за аниме по доте. Но большей части аудитория она пришлась по вкусу. Ну и иммортальный сет на белку, выглядящий просто отлично. Ну и напоследок, ребята, стоит сказать, что онлайн доты пока что растет, а с выходом батлпаса он покажет еще новую отметку. Доты по-прежнему остается топ-2 игрой по онлайну, обгоняет ее только CSGO. И в принципе, сколько бы ни говорили, что дота умирает, я считаю, будет жить она еще очень долго, как минимум десятки лет. И с учетом того, что Valve и ей занялись серьез, возможно в грядущем году у нас порадуют какими-то новыми проектами по этой игре, также выйдет второй сезон аниме по доте. Ну и на этом все. Ну а в следующем году уже будем ждать глобального батлпаса, где мы увидим с вами 4 Мортал-Сокровищницы, включая Троф-Караф, ну а также помимо этого 1000 уровень батлпаса, чтобы получить новую статуэтку. Ну а на этом все, дорогие друзья. Также напомню, что на канале проходит розыгрыш боевого пропуска, и еще раз хочу попросить вас, чтобы вы максимально помогли мне распространить это видео, я на нем реально постарался. К слову, к новогоднему стриму, где мы разыграем сам батлпас, я купил специальную вебку. И могу сказать, что с вебкой чувствуешь себя посвободнее, и с вебкой реально намного круче. Буду думать, как внедрять видео и тому подобное. Ну а в следующем году ожидается очень много контента, у меня много идей, много разных планов, я буду их обязательно реализовать. Ну и еще хочу сказать вам спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы начали меня смотреть и продолжаете. Я вижу всю вашу поддержку, и это реально очень классно и приятно. Ну а на этом все, всем спасибо за просмотр.